Мозг Будды. Часть шестая. Основные нейрохимикаты чувств. В этой главе будут описаны основные химические вещества, влияющие на нервную активность нашего мозга. Каждая из них имеет широкий спектр функций, поэтому мы будем приводить лишь те, которые имеют существенное значение для этой книги. Основные нейромедиаторы. Глутамат возбуждает нейроны получателя. Гамма или гамма-аминомасляная кислота тормозит нейроны. Нейромодуляторы. Эти вещества, иногда их тоже называют нейромедиаторами, влияют на работу основных нейромедиаторов. Они имеют высокую эффективность, поскольку выделяются во всем мозге. Серотонин. Серотонин управляет настроением, сном и пищеварением. Большинство антидепрессантов направлено на усиление его эффективности. Дофамин. Связан с процессами поощрения и внимания. Способствует выбору стратегии приближения. Норадреналин. Отвечает за тревогу и возбуждение. Ацетилхолин. Способствует бодрствованию и обучению. Нейропептиды. Эти нейромодуляторы состоят из пептидов, особого вида органических молекул. Опиаты. Заглушают стресс, успокаивают и снижают болевые ощущения. Приносят удовольствие. Например, эйфория бегуна. К ним также относятся эндорфины. Окситоцин. Поддерживает поведение, связанное с заботой о детях и созданием отношений в паре. Ассоциируется с приятной близостью и любовью. У женщин окситоцина больше, чем у мужчин. Вазопрессин. Поддерживает установление близких отношений в паре. У мужчин может вызывать агрессию по отношению к сексуальным соперникам. Другие нейрохимикаты. Кортизол. Выделяется над почечными железами во время стрессовых реакций. Стимулирует мендолевидное тело и тормозит работу гиппокампа. Эстроген. Влияет на либидо, настроение и память. Эстрогеновые рецепторы есть в мозгу и женщин, и мужчин. Вперед за пряниками. За наше стремление получить вознаграждение отвечают две крупные нервные системы. Первая основывается на работе одного из нейромедиаторов – дофамина. Выделяющий дофамин нейроны активизируется, когда вы встречаетесь с объектами, которые в прошлом были связаны с получением вознаграждения. Скажем, вы получаете сообщение от друга, с которым несколько месяцев не виделись. Также эти нейроны активизируются, когда вы сталкиваетесь с чем-то, что может привести к получению вознаграждения в будущем. Например, ваша подруга говорит, что хочет пригласить вас вместе пообедать. Эта нервная активность заставляет вас ощутить желание. Вам хочется перезвонить подруге. Когда вы, наконец, выбираетесь вдвоем на обед, еще один отдел мозга, так называемая поясная кора, размером примерно с палец, отслеживая, действительно ли вы получили ожидаемое вознаграждение. Весело ли вы провели время и вкусно ли вы поели. Если ожидания оправдались, уровень дофамина остается прежним. Но если вы разочарованы, может быть, у подруги в тот день было плохое настроение или еда была не такой уж вкусной, поясная кора отправляет сигнал, который приводит к снижению уровня дофамина. Это воспринимается как переживание неудовлетворенности или досады и стимулирует возникновение сильного желания, в широком смысле, чего-то, что восстановит былой уровень дофамина. Вторая система связана с работой ряд других нейромодуляторов и является биохимической основой для формирования приятных тонов чувств, возникающих благодаря пряникам, которые мы получили и которые долго ждали. Эти химикаты, удовольствия, естественные опиаты, в том числе энтерфины, окситоцин и норадреналин, попадая на синапсы, усиливают активные в данный момент нервные цепи и увеличивают вероятность их одновременного возбуждения в будущем. Представьте ребенка, который пытается съесть ложку пудинга. Несколько раз у него не получается попасть ложкой в рот, когда же его перцепционно-двигательные нейроны наконец справляются с задачей, выделяются химические вещества, связанные с получением удовольствия, укрепляя тем самым синаптические соединения, благодаря которому ребенку удалось выстроить правильную амплитуду движения в будущем. То есть, по большому счету, система удовольствия укрепляет любое действие, которое ее пробудило, и побуждает вас снова стремиться к получению вознаграждения, усиливая соответствующее поведение. Все это работает одновременно с системой, основанной на выработке дофамина. Например, утолять жажду приятно, потому что уходит неудовлетворенность, связанная с низким показателем дофамина, благодаря выделению химических веществ, обуславливающих появление радости по поводу глотка холодной воды в жаркий день. Подойти ближе – значит страдать. Обе системы нужны нам для выживания. Кроме того, вы можете использовать их для реализации позитивных целей, которые никак не связаны с передачей ваших генов. Например, вы можете усиливать мотивацию, делать что-то полезное, вроде занятий спортом, внимательно относясь к связанным с этим поощрением, приливу энергии и ощущению силы. Однако, когда вы тянетесь к тому, что для вас приятно, вы можете испытывать страдания. Само по себе сильное желание может оказаться не слишком приятным ощущением, даже слабое влечение приносит легкий дискомфорт. Когда вы не можете получить желаемого, то, несомненно, испытываете разочарование и ощущаете упадок сил. Возможно, вы даже потеряете надежду и впадаете в отчаяние. Когда вы получаете желаемое, вознаграждение не всегда оказывается таким, как вам хотелось. Вроде бы, оно неплохое, но присмотритесь к собственным переживаниям. Действительно ли это печенье такое вкусное, особенно третье? Принес ли хороший отзыв о вашей работе длительное удовлетворение? Когда вознаграждение удовлетворяет, за него нередко приходится дорого заплатить. И большие десерты – отличный тому пример. Подумайте о вознаграждениях, связанных с признанием, победой в споре или склонением других людей поступить по-вашему. Каково истинное соотношение затраченных усилий и полученной выгоды? Даже если вы получили желаемое, результат оказался прекрасный и недорого вам стоил, то есть вы добились золотого стандарта, вы обязательно столкнетесь с тем, что любое приятное переживание неизбежно подходит к завершению. Даже все самое хорошее обязательно когда-нибудь закончится. Нам приходится расставаться с тем, что нам нравится. Навсегда. Друзья отдаляются, дети покидают родительский дом, карьеры подходят к концу. Какой-то вдох может стать для вас последним. Все, что началось, должно закончиться. Поэтому никакое переживание никогда не может удовлетворить нас полностью. Переживание – зыбкая основа, мешающая истинному счастью. Вспомним аналогию, которую использовал тайский мастер медитации Аджан Ча. А. Если расстройство по поводу чего-то неприятного можно сравнить с укусом змеи, то стремление к приятному – попытка схватить эту змею за хвост. Рано или поздно она все равно вас укусит. Субтитры создавал DimaTorzok Мозг Будды Часть шестая Мозг Будды